Да, папа привез тут вон сколько пакетов. Илюш съездил на рынок. Ну, здесь, как обычно, зелень, укроп, петрушка, картошка, яблочки немножечко. Тут чего? Морковка, помидоры, чеснок. Это чего? Такой виноград, два сорта, видите, да? Два сорта в одной баночке, две банки. Удобно, сегодня как раз с собой его возьмем. Черешни немного, такая уже прям плохая, вижу, вся уже течет. Качанчик капусты, пучок редиски свеженькой. Я вот такую люблю редиску, которая продается сразу зеленью, она обычно прям максимально свежая. Огурчики и персики. Все, такая вот покупочка. Также забрал еще один заказ у меня с Азон. Пришли шторы рулонные. Будем сегодня их крепить на окно, потому что вот эти шторы зеленые, темные, они не перекрывают полностью всю стену. А нам все равно нужно шторы обязательно задергивать, потому что иначе нас видно из окон вечером. А эти шторы всего метр сорок шириной, соответственно, они вот так только-только окно закрывают. Такие две, ну, смешные довольно-таки висят. Поэтому мы не будем зашторивать вот этими темными шторами, они будут висеть всегда вот так, в таком виде, на этом месте. Не знаю до сих пор, что делать вот с этой шторой. Не нравится все-таки, когда тут все перекрыто. Пока присборила ее по центру, не знаю, наверное, сниму. Ну, пока, в общем, так ее оставила. Так, у меня сегодня будет много заказов с Азон. Я тут продуктов немного подзаказала, кое-каких, которые у нас в магазинах не продаются. Либо хорошая цена была. Ну, в общем, вот один заказ Илюша забрал, вечером еще заберет несколько. Что, в общем, заказала? Здесь томаты, резанные в собственном соку. Две взяла вот таких банки на пробу. И две взяла вот таких вот. Цена примерно плюс-минус одинаковая. Производители разные. Думаю, посмотрю, какие получше, повкуснее. Я в этом году буду снова пробовать закрывать перетертый томат в банках сама. Но вот сейчас пока еще закрывать нечего. Нужно все равно чем-то пользоваться. В общем, взяла 4 банки. И еще взяла на пробу вот такую вот томатную пасту. Это иранская, по-моему. Много раз мне советовали. Ну, там много тоже производителей, на самом деле. Я не знаю. Я взяла, в общем, вот такую попробовать. Думаю, что должна быть нормально. Это большие банки по 800 грамм. Продаются они сразу же комплектом по 2. Ну, фотографии и отзывы смотрела. Вроде бы неплохая. Состав томаты, соль и все. Отлично вообще. Страна происхождения Иран. В общем, 2 вот такие банки по 800 грамм. Думаю, мне надолго хватит. Потом, значит, заказала 2 баночки маслин без косточки. По акции вот эти вот были. Это хороший производитель. И цена для него была просто вообще сказочная. Поэтому взяла 2 банки. Потом, значит, 2 пачки рисовой муки у меня закончилось. В прошлый раз брала на пробу рисовую муку этого, увелковскую. Не понравилось. Я в этот раз готовила себе свои эти ппшные хачапури по-аджарски. И муки туда вбахала просто немереное количество. То есть, если эту я добавляю, у меня 50 грамм четко выходит, да, достаточно небольшое количество. То ту я досыпала и досыпала. И досыпала, и досыпала. И тесто все равно было жидкое. Вообще никак не склеивалось. Вот. И потом я уже когда тарелку после того, как тесто замесила, тарелку замочила, там просто был клейстер. Вот с этой мукой такого нет эффекта. В общем, увелковская мне не понравилась. Так. И заказала еще маленькую упаковку конфет. В общем, в тот же день я не стала мариновать огурцы. Отложила это на следующие выходные. Илюша мне привез с рынка хорошие, такие твердые, упругие, очень свежие огурчики, ароматные. Я на самом деле за столько лет таки не научилась ориентироваться, какое количество килограмм огурцов мне нужно, к примеру, для того, чтобы закрыть определенное количество банок. Поэтому у меня все на глаз. Огурчики подготавливаю каким образом? Я их, естественно, сначала тщательно мою. Затем срезаю у них так называемые попки и замачиваю их в холодной воде минимум на полчаса. Для того, чтобы огурчики хорошо напитались и получились максимально хрустящими. Далее в подготовленные чистые банки раскладываю огурцы. Получается, что у меня вошло где-то в каждую банку 5-6 штук и плюс я еще нарезала кусочками. Многие часто меня спрашивают, почему я закрываю огурцы и помидоры в маленьких литровых банках, почему я не закрываю трехлитровыми. Во-первых, потому что не трехлитровые банки элементарно негде хранить. Мы засолки храним либо в холодильнике, либо под кроватью. Трехлитровую банку мне просто некуда будет поставить, она у меня никуда не войдет. Ну и во-вторых, трехлитровую банку любых солений мы будем есть очень долго. А здесь открыл одну небольшую баночку и нам вот этой литровой баночки спокойно хватает на неделю. Поэтому не вижу смысла держать открытой вот большую трехлитровую банку огурцов. Такой формат, по крайней мере, для меня гораздо более удобный. В это время, пока я раскладываю огурцы, у меня уже стоит две кастрюли с водой. Я буду делать маринованные огурцы и буду делать в первый раз в жизни соленые огурцы. Вообще, по инструкции к маринованным огурцам было указано, что специи нужно насыпать прямо на дно банки и затем уже заливать кипятком. Я использовала пропорции, которые рекомендует производитель. То есть, на определенное количество литров воды добавила нужное количество пакетиков со специями, но не стала засыпать в саму банку. Я все-таки сделала немного по-другому, как я привыкла это делать. Но первым делом, те огурцы, которые у меня будут маринованными, я их просто заливаю сначала кипятком, прикрываю крышками и оставляю их на 15-20 минут, чтобы они хорошо прогрелись. Для соленых огурчиков я сделала совсем немного маринада, у меня всего две банки. Просто высыпаю пакет готовых специй и этим маринадом сразу же заливаю огурчики. Немного больше у меня получилось воды, поэтому все остатки специй я просто собрала ложкой и добавила в банки. Прикрываю тоже крышками и соленые огурцы нужно будет простерилизовать, это указано в инструкции на упаковке к приправам. Поэтому ставлю их на полотенце, заливаю по плечике водой и 20 минут они будут стерилизоваться на небольшом огне. К этому времени уже пора сливать воду из будущих маринованных огурчиков. Я просто сливаю всю воду из банок с огурцами обратно в кастрюлю. Знаю, что у меня здесь получается 3 литра и согласно инструкции на упаковке на 3 литра добавляю 3 пакетика специй. Ну и также на упаковке указано сколько добавить сахара и сколько добавить столового 9% уксуса. Как только я добавила уксус, маринад я сразу же выключаю и уже вот этим готовым маринадом снова заливаю огурцы. Заливаю под самое горлышко и закручиваю крышки. Маринованные огурцы я по крайней мере не стерилизую. Все крышки крепко заворачиваю, баночки все переворачиваю вверх донышком и жду, когда у меня уже подойдут соленые огурчики для того, чтобы единоразово все накрыть теплым полотенцем и оставить до полного остывания. В общем, вот такая вот у меня уже в этом сезоне первая заготовка. Обязательно будем пробовать. Я думаю, что именно вот эти огурчики будем вскрывать, наверное, самыми первыми уже по осени. Очень на самом деле интересно, что из этого получилось. Понравится, не понравится. Но вот судя по маринаду, даже могу сказать, что аромат был довольно-таки приятный. По крайней мере, по моему вкусу. Я думаю, что огурчики должны мне понравиться. Так, ноги в ход пошли. Раньше ноги у нас не танцевали. Что-то он руками делает. Степка! Все, балет начался. Давайте пасту сразу посмотрим, что нормальная, ненормальная. О, посмотрите, какая хорошая, густенькая. Классная паста. Сюда ее. В общем, друзья, как вы поняли, готовлю пиццу. Пиццу будем есть вне дома. Так скажем, готовлю с собой сухой паек. Сегодня всей семьей едем на море. Планируем мы на пляже провести весь день. Едем не в черту города, едем в станицу Благовещенская. Это не особо далеко от нас. Но когда хочется более чистого моря, нежели, например, сейчас, и когда хочется меньше народу, ездим туда. Потому что там, на самом деле, раздолье, там классно. Естественно, что там тоже есть и отели, и гостевые дома. Соответственно, и люди тоже есть, отдыхающие. Но все-таки это гораздо меньшая концентрация людей на пляже, нежели где-нибудь даже в Витязево или в Джимми Тек. Куда мы ездили там еще в прошлом и в позапрошлом году все-таки чаще всего, потому что нам к дому ближе. Так как малыши уже все-таки в этом году подросли по сравнению с предыдущими летами. И мы решили, что они вполне себе могут уже осилить длительную поездку на море. Ну и так как отправляемся на целый день, естественно, что свежий воздух, море, купание, плескание. Зная свою семью, понимаю, что аппетит у всех проснется очень быстро и он будет зверский. Поэтому подготавливаю с собой довольно-таки много еды. Вот решила приготовить две пиццы. Хотела вообще-то сначала заказать пиццу в пиццерии. Потом решила, что довольно-таки быстро сделаю ее сама приготовлю. Так что не будем заказывать. Ну и помимо пиццы еще, в общем, думала, какую взять сухомятку. Что такое пожевать, погрызть сытненько. Ну и решила, в общем, приготовить еще бутерброды. Такие с колбаской, с зеленью, с овощами. Единственное, что я, конечно, промахнулась со способом приготовления. Сделала со свежей зеленью, сделала с овощами. А потом уже только отправила их на гриль. Ну, конечно же, и овощи, там огурцы свежие и листья салата, они так поджухли хорошо. Но ничего, нормально все равно. Там, на самом деле, на пляже были очень голодные. И все нормально уплели, все съели. Так-то по-правильному, конечно, надо было, наверное, подсушить хлеб. И просто собрать холодные бутерброды. Ну, в следующий раз буду умнее. Пока я все это готовила, смотрела на это и начала что-то уже сомневаться, немного ли я делаю. Ну, сможем ли мы это съесть. И все-таки мы ведь не с ночевой едем, а всего лишь на день. Но в итоге хочу сказать, что практически-то ничего и не осталось. На свежем воздухе все просто улетело вообще. Мы домой уже привезли буквально вот несколько кусочков пиццы и все. И больше ничего не привезли. Ну, и, конечно же, помимо вот такой сухомятки, помимо пиццы, помимо бутербродов, естественно, я взяла с собой фруктов. Фрукты тоже хорошо поели. Ну, я немножко взяла абрикосов, персиков, яблочко нарезала. Яблоко сбрызнула лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Потому что если яблочные дольки потемнеют, значит, 100% их уже никто из детей есть не будет. Они будут говорить фу, что они испортились. Поэтому сбрызгиваю лимонным соком, ну, немножко, чтобы он не особо чувствовался, но при этом яблочки не темнели. Бутерброды все нарезала на более удобные кусочки порционно и сложила все в обычные контейнеры в пищевые. Тоже, опять-таки, была моя ошибка. Сняла горячие бутерброды с гриля, положила в контейнер. И, естественно, когда мы приехали на море, открыли этот контейнер, а бутерброды все влажные. Так что теперь знаю, что надо все-таки делать с собой холодные бутерброды. Так, все у нас компактненько, отличненько вошло все в одну корзиночку вместе с водой. Так будет удобнее, не сильнее. Значит, надо бы собрать друзей, меня сегодня ты не жди домой. На часах ноль-ноль, я старше нога, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей, меня сегодня ты не жди домой. А на часах ноль-ноль, даю пять минут. Так, мы припарковались. Сейчас будем брать вещички в руки, похабку. Еще долго-долго идти до моря. Но там ближе 100% мест нет, поэтому пойдем отсюда. Малыши, отходим, дорога, дорога, отходим. Степа, отходим туда, туда отходим, туда. Соня тоже. Степа, стой. Степа, стой, ты уже далеко пошел. Соня ваши игрушки все взяла. Сеня готов. Так, палатка стоит, надувнушка надувается. Из последних сил. Малышня уже пулькается. Холодно? Не холодно? Степа? Степа, ты не заходи далеко без нас. Стойте. Она вообще холодная вода-то. Холодная. Ты дальше не заходишь. Вот сюда выходим. Так. Кремушком я уже всех намазала. У нас этот, FPS 45. FPS 45 у меня крем. Надеюсь, хватит. Этого. Не заходите далеко. Вода зеленая. Продолжая закат, мы встретим рассвет. Поколоны шумят без ответа. И мне не передать, как в этот момент. Я люблю беззаботное лето. Соберем всех друзей и закажем такси. Просто так без вещей и билетов. Мы скучали весь год. Нас куда-то несет. Я люблю беззаботное лето. А давай прям как в детстве забьем. Палатку ветром, короче, удувает. Ветер сильный. Колышки короткие. Поэтому, не знаю, придавили пока корзинкой со вещами, с едой. Когда мы все это съедим, я не знаю, чем будем придавливать. Мною. Мною. Мы сегодня тебя положим в палатку и не разрешим тебе из нее выходить. Беззаботные дни утекут как вода. Но улыбки друзей не забыть никогда Беззаботные лето, лето, лето И до рассвета где-то, где Беззаботные лето, лето, лето И до рассвета где-то, там Море отражает солнце Не успел моргнуть, как уже засияли звезды Песни под гитару поют даже незнакомцы Сегодня ты не думай ни о чем Тут волны шумят и гривы, так ласково будто шепот Я просто хочу послушать их, может подскажут что-то Встречи, дела, замуты, все будет как мы хотим Ну а пока ловлю моменты впереди А давай прям как в детстве забьем на дела Будем просто гулять с ночи и до утра Беззаботные дни утекут как вода Но улыбки друзей не забыть никогда А давай прям как в детстве забьем на дела Будем просто гулять с ночи и до утра Беззаботные дни утекут как вода Но улыбки друзей не забыть никогда Беззаботные лето, лето, лето И до рассвета где-то, где Беззаботные лето, лето, лето И до рассвета где-то, там А давай прям как в детстве забьем на дела Будем просто гулять с ночи и до утра Беззаботные дни утекут как вода Би-би, би-би Би-би Поедешь в этой лодке кататься? Ну вот тут Да, на море поедем в этой тачке Да Чтоб не замерзли Все簡ны быстро замерз бассейн давайте построим бассейн идите будут в нем купаться чтобы не водить их нам не охранять будете тут купаться в этой луже сейчас вам папка выкопает тут воды наберет все по такой сознанием делать стенки укрепляет соня сейчас вам тут быстро самосвалом нароет этим экскаватором она в самосвал тут же грузит жучок и меня выгнали с нее а а а а а а сейчас я понырнет степа бомбочкой давай все по бомбочкой давай в общем друзья подытожим этот влог вернулись мы домой на самом деле достаточно давно уже переделали огромное количество дел уже всяческих я уже и по убиралась и посудомойку разгрузила загрузила в общем детей перемыли спать уложили илюша уже повесил рулонные шторы меняли лампочки в светильниках они сейчас без лампочек ну точнее лампочки висят в общем там нужно что-то переделывать не тянет видимо мощность горят в пол силы в этом и сегодня лампочки уже меняли до этого он брал другие не особо сюда подошли поэтому сегодня съездили их заменили теперь они не не особо хорошо горят в общем проблема на проблеме газов у меня их сегодня очень много поэтому я постараюсь по быстренькому пробежаться по ним как у нас произошло чп у нас прорвало бойлер кипяток хлынул и на самом деле очень хорошо что это произошло сейчас они ночью к примеру когда мы все бы спали сене очень вовремя захотелось в туалет он открыл дверь там парилка мы ничего понять не можем оказывается бойлер прорвало все в воде я там приготовила стирку у меня вся ванная была заложена кучками с бельем уже рассортированными и это на самом деле очень хорошо потому что это белье достаточно много в себя влаги взяла потому что вода дошла даже до комнаты малышей вообще столько воды вылилось кипятка причем довольно таки быстро потому что я заходила в санузел буквально за 10 минут до сени там все было нормально машинка стиралась вторая сушилась сама это знаете я больше всего переживаю за сушильную машину потому что у нас же бойлер прямо над сушилкой сушилка в этот момент работала и на нее просто лилась вода вообще не знаю дай бог чтобы там ничего нигде не заклинило я очень надеюсь что вода никуда во внутрь не попала потому что блин я не переживу потерю сушильной машины собирали сейчас все втроем воду все это в общем у меня теперь лежит грязное белье все теперь мокрое все сложили в корзинки я не знаю как это не теперь простирать просушить все влажность теперь дома просто невероятная при всех открытых окнах я сижу у меня вот так вот выступает спарина на лбу потому что очень стало сразу же влажно в общем и лёша занялся сейчас ремонтом ну в общем пошел вскрывать смотреть что там бежит почему там бежит в общем вот так вот такой вот сегодня выдался денечек ладно я все равно там помочь ничем уже не могу что я могла сделать я сделала пойдемте тогда будем смотреть заказы сазон распечатывать вместе друзья в общем вот такое вот количество заказов это я в разные дни заказывала просто вот так получилось что все плюс-минус на один день совпала доставка у меня там есть еще несколько заказов ну их уже буду показывать отдельно потому что они еще не успели прийти но самая основная масса здесь илюша конечно был в шоке он эти коровки пакеты вывозил из магазина на тележке на магнитовской потому что это капец конечно здесь опять таки что то из продуктов будет и ну я думаю что несколько таких интересных позиций которые тоже может быть кому-нибудь приглянуться значит первое это попкорн мы уже такой брали он вкусный у него хорошая раскрываемость у нас очень любят дети попкорна при этом я люблю когда вот в таком формате до формате зерна что можно сделать и соленый можно сделать в карамели в общем такой какой ты хочешь и прямо свеженький тепленький в общем увидела что продается попкорна вот так вот по 6 бутылочек то есть 6 упаковок и цена получается намного намного выгоднее нежели покупать одну упаковку поэтому взяла сразу же вот такой большой упаковкой да много но зато этого очень надолго хватит и покупка получилось довольно таки по деньгам выгодно в общем убираю все это на хранение так открываем следующую коробочку очень долго ждала заказывала два раза потому что первый раз почему-то мне практически за день до того как должен был приехать отменили доставку вернули деньги пришлось перезаказывать в общем заказала москитол в общем такой вот фумигатор идет сюда жидкость вставляется и под пластинки тоже можно у нас есть несколько фумигаторов но таких знаете попроще ноу-нейм и в прошлом году у нас один что-то прям завонял пыли начал плавиться то ли там что-то заискрилось и я больше не стала ими пользоваться ну вот я думаю что москитол должен быть нормальный не должно такого у их фумигаторов быть таких проблем так здесь пришло удобрение это для питунек для моих мне посоветовали конечно плантофол но плантофол вот такой пакетик стоит почти тысячу рублей я конечно свои питунь и люблю но не настолько поэтому взяла ну поискала в интернете какие есть аналоги взяла такой вот плантофит 20 20 20 и к нему в дополнение там будет еще одно удобрение их нужно будет чередовать так в общем далее заказала упаковку вот таких специй это приправа для мяса хороший кстати производитель как-то по моему у меня уже такие специи были и для курицы где-то у меня еще должна быть такая причем была скидка и цена вышла за эту банку по моему 300 с чем-то рублей здесь полкилограмма даже по моему меньше 300 до здесь полкилограмма специй хороших так что вот и хранить удобно то есть даже пересыпаю свою маленькую баночку остатки хранить очень удобно крышка видите какая здесь и резиновая и вот такая вот то есть все будет герметично хранится вообще супер хорошо и вот эти специи почему выбрала еще они идут без соли я не люблю когда в специях уже добавлена соль очень сложно ориентироваться при приготовлении в этих соли нет и это прям очень круто так такой вот маленький пакетик а вот как раз пластинки от мух вот мы их тогда в тот фумигаторы ставим рейд рейд пластины от мух а вот как раз второй набор специи для курицы еще видите такую же заказала это уже мелко идет здесь такой был здесь такой покрупнее помол а здесь промо ли мелкий мелкий я посмотрела у них состав прямо ну довольно таки сильно отличается я сначала думала взять только одну и туда это использовать но у них прям разный состав поэтому пусть будет отдельно для курицы отдельно для мяса вот такая вот огромная банка это у меня закончились семечки для салатов салатные семечки я их добавляю вы видите ли на бутерброды и вообще на все блюда и в салат и на овощи везде везде даже на яичницу вот они очень вкусные поэтому я уже вообще без них есть не могу последний раз я заказывала по моему может полгода назад нет не буду врать не помню когда заказывала тоже брала килограммовую упаковку вот она у меня уже практически полностью закончилась поэтому чтоб не остаться даже временно без семечек я решила сразу же заказать свежую партию но мне надо довольно таки надолго и хватает здесь идут в составе семечки подсолнечником здесь и тыквенные семечки здесь семена льна кунжут и черный кунжут да и черный кунжут но в основном практически все наборы вот таких семечек идут с одинаковым составом вот именно вот эти семена по крайней мере все какие я видела они идут все вот с этим набором именно ну тоже вот от этого же производителя взяла тоже такая же видите банка удобная для хранения очень круто здесь килограмм хорошие чистенькие все хорошо заказала себе еще брашинг такой обычный по моему это 5 и 5 сантиметра диаметр нормально для прикорневого объема мне кажется такой диаметр нормально будет никогда не пользовалась но наверное надо пора вот но не знаю не стала брать какой-то дорогой там были какие-то с керамическим покрытием что-то там еще но не знаю так как я вообще еще первый раз брашинг себе беру пользоваться особо не умею укладку делать не умею думаю пока мне этот пойдет но это по моему что 200 чем-то рублей что ли стоило нормально очень-очень мятая коробочка с чаем это я заказала тест в пирамидках цена была хорошая я знаю что фикс прайс они еще дешевле но фикс прайс мне за ними идти не охота поэтому сразу же заказала тут же сазон 77 рублей стоила такая коробочка так следующий набор хлебцев это такие сладкие идут к чаю очень хорошо и дети у нас кстати тоже любят в общем здесь идет набор из трех видов кленовый сироп кокос по моему если я не ошибаюсь это да и лесные ягоды кокос мы уже брали вкусный кленовый сироп отдельно ни разу не видела что продавался поэтому не пробовали и лесные ягоды тоже ни разу не видела тоже не пробовали эти эти хлебцы они менее с насыщенным вкусом чем к примеру доктор кернер но у них более широкая линейка вкусов то есть вот я брала у них шоколадные какие-то еще довольно таки неплохие в общем попробуем еще вот эти далее вот такая вот казалось бы непонятная штучка это я заказала осенние это это такой специальный крепеж для гитары чтобы можно было гитару прикрепить к стене но повесить на стену вот ну где-то наверно папа уже завтра ему сделает потому что она у него валяется то на кровати это где-то там к стене прислонена пусть будет у нее место на стене где она будет висеть она вот получается просто будет сюда вставляться и хорошо и дети не достанут батончики заказала хорошая была цена взяла в общем три таких три таких пусть лежат в запаснике также взяла желейные конфеты это желе в шоколаде красный октябрь тоже в запасе вот и вот такие же а хочу дверь взяла желейных а зачем мне две ну ладно может они автоматически где добавить некоторые позиции которые продаются минимум по 2 они автоматом 2 добавляются так и заказала в общем упаковку рисом такой рис я уже брала это басмати после него брала другой именно тоже индийского производства вообще не понравился ужасно пах мышами с тех пор я вот перешла на басмати и на жасмин нашего отечественного производства но все таки что то не то поэтому все равно заказала вот тот рис который я брала изначально здесь идет упаковка по моему килограмм ой 2 килограмма до 2 килограмма но это хороший рис если это он если я не ошиблась с производителем которого я раньше заказывала то это должен быть вкусный басмати в общем попробуем так далее друзья заказала упаковку листов нори здесь большая упаковка 50 листов и у них же есть еще упаковки по 100 листов но я решила что 50 будет достаточно в общем буду делать роллы на самом деле роллы крутила последний раз когда была еще подростка ну и в общем когда подкрывалась огромное количество всяких вот этих вот доставок суши ресторанов и когда стало проще просто заказать нежели там сидеть два часа крутить однотипные какие-нибудь роллы датами с пяти шести ингредиентов с тех пор больше никогда их и не делал но в этот раз в общем попалось мне одно видео делаем роллы дома второе что я так думаю блин действительно давным давно не делала может быть и попробовать снова покрутить самой ну уже наверное лучше будет получаться чем когда-то тогда да там ну тогда мы делали обычные примеру самые простые там с огурцом на скрабовая палочка мне хочется нормально сделать сейчас филадельфию калифорнию ну для аля калифорнию может быть соберу силами с мыслями и сделаю роллы дальше вот такой маленький пакетик это как раз вот второе удобрение которое нужно чередовать с плантофолом фертика это специально для петуни и балконных цветов маленький пакетик 50 грамм я так поняла там расход будет не особо большой но пока взяла такой если что потом дозакажу либо вот такими же маленькими либо побольше объем но был просто такой только поэтому я уж не стала выделываться заказала то что было вообще по моему универсальная наверное можно или для цветущих растений мне писали что можно фертику взять но я увидела что вот там специально для петуний думал вот наверное это то что мне прям идеально должно подойти здесь до расход небольшой здесь потому что по моему обработка по листу идет с распылителя поэтому не должно много уходить еще одна расческа вот такая вот с этим острым наконечником sony хвостики вот эти косички все не могу не получается у меня разделять обычной расческой поэтому взяла вот такой вот но и вот этой буду частью разделять или вот этой в общем обычно так в общем заказала вот такой набор светильников это светильники идут от батареек с таким вот еще отдельным пультом управления который тоже можно приклеить примеру на стену это я заказала в хозблок ну в наш хозблок где вот мы зашивали вот этот шкафчик до делали где у нас разводка теплого пола где у нас котел там нужно сделать освещение но я не вижу смысла там прямо какое-то капитальное освещение туда делать поэтому мне кажется что вот такой вариант будет оптимален с трех разных мест фонарики эти светят говорят хорошо ярко все хорошо никакую проводку тянуть опять таки не надо будет мне кажется что вот для шкафа для такого да вот оптимальный вариант деле распаковала упаковали конечно знатно в общем заказала вот такой вот себе как то называется крем увлажняющий крем для ног с мочевиной 20 процентов по отзывам вроде неплохой не знаю пока сама ничего не могу сказать но удобный такой формат с дозатором так далее бутылочка яблочного уксуса хороший это такой натуральный сделан в италии стеклянной бутылке это я себе заказала такой вот мутники это для здоровья по ложечке на стакан воды утром очень полезно и но мне нужно в общем такой вот уксус так далее заказала две ну вот две одинаковые формы для пиццы в общем вот такая вот идет форма мы по отзывам тоже смотрела что вроде не прилипает ничего все нормально очень конечно тонкий металл но вот за счет этих дырочек за счет перфорации должно получаться классно очень тесто приготовляться ну и опять таки уже готова все-таки круглая форма не нужно там ничего вымерять ровно неровно у тебя получилось погнуто тут немножко ладно не страшно надеюсь не отразится никак на приготовлении диаметр 32 с половиной сантиметра в общем вот такие вот формочки не на удобно неудобно будет но попробую так дальше заказала сироп баринов у меня от этого же производителя вот такая же большая бутылка сиропа пенамбура а это я заказала для десертов для кофе клубничный в общем куда-нибудь добавлять там в молочный коктейль можно будет добавить в мороженое но он конечно жидкий то есть он не такой как бы до загущенный как для десертов но вот в чай даже там я не знаю говорю в кофе в какие-то напитки в молочный коктейль для усиления вкуса как вариант тоже хорошо так в общем заказала контейнеры пластиковые очень-очень много я всю еду храню в контейнерах практически все кроме супов и кроме того что приготовила в мультиварке каши к примеру если остается я оставляю в мультиварке контейнеров катастрофически не хватает особенно сейчас вот еще зелень постоянно в контейнеры тоже сортирую в общем увидела этот набор думала у меня же точно такие же контейнеры то есть удобно будет хранить штабилировать друг у друга да будет минимум места занимать удобно будет еду хранить в них потому что они одинаково также штабилируются друг на дружку в холодильнике и я решила что это будет вообще классный вариант здесь два размера у меня как раз тоже в двух размерах одни вот такие вот поглубже вторые помельче вот у нас точно в таких же как раз размерах так что я оставлю вот все одинаковые для хранения еды а все что вот уже другое да разнокалиберное все применю в каком-нибудь другом месте для организации хранения чего-нибудь другого под еду оставлю все одинаково может быть когда-нибудь все таки я и заменю все на стеклянные контейнеры я вроде бы очень много лет уже это сделать хочу но так как в ходу у меня контейнеров очень много я понимаю что стеклянных надо купить но я не знаю даже сколько штук просто очень много поэтому пока пока все равно вот пластиковые для нас оптимальный вариант их ну во первых проще безопаснее дети сами тоже еду достают из холодильника стеклянный тяжелее не такой удобный не так хорошо ухватывается но а детские руки еще и уронить могут поэтому вот пластиковая пока оптимальный вариант жаль конечно что не пришел у меня органайзер для яиц я сказал очень классный органайзер я на него засматривалась не знаю наверное но очень давно все думала надо не надо решила потом все таки в итоге что надо заказала его что он долго не идет ну ладно покажу уже в каком-нибудь следующем видео ну и здесь тоже подарочек для себя любимой такой маленький небольшой решила себе обновить кое-какую кухонную утварь которая у меня уже не очень хорошо выглядит где-то что-то заржавела немного где-то что-то сломалось дышается в общем заказала новый набор тем более что он был как мне кажется прямо крайне дешевый для такого набора но по отзывам писали чтобы качество просто огонь поэтому я не смогла удержаться туму возьму-ка я тоже в общем вот такой набор кухонных приборов регина хом регина в разных цветах есть белые есть темно-синий черные я взяла вот такой вот розовый здесь все приборы розовые слушайте действительно качество офигенная ручки все прорезиненные металл такой под розовое золото и цвет красивый такой зефирный зефирный в общем там голубой есть по моему зеленый вот такие всякие пастельные тона серенькие классные ну в общем я не знаю почему взяла розовый но я взяла розовый мне показалось что из всех остальных цветов вот розовый набор выглядит как-то ну наиболее мило в общем смотрите здесь комплект входит что консервный нож я покупала не так давно магнит косметик он вообще какой-то не рабочий непонятно какой-то видимо бракованный поэтому будет наконец-то нормальный консервный нож вот это все вот это все грамм прорезиненная очень приятно потом значит здесь в комплект входит нож для пиццы вот такой большого такого диаметра хороший тут смотрите тоже все упаковано тоже ручка прорезиненная также сюда входит венчик венчик такой прикольной формы необычный тоже ручка прорезинена я думаю что эти приборы наверное нельзя мыть в посудомойке потому что наверное вот это вот покрытие все слезет сто процентов поэтому конечно мы мыть наверное только вручную но зато красивый зато пользоваться приятно будет и вам в кадре тоже красиво венчик у меня как раз всего один и мне его частенько не хватает одного далее следующее это пресс для чеснока очень красивый у меня сейчас и киевский но он тоже что такой металл уже стал некрасивый в принципе я ну как бы ей пользуюсь сейчас но здесь в комплекте раз была вот такая вот все равно я же не могу заказать 6 предметов один не кладите да у меня есть своя хорошая но классная все равно уж и так все таки уже все будет под одно в одном стиле в одном цвете классно мне кажется что не знаю не знаю как в пользование здесь так же как у икеевской видите достается вот эта вот сеточка и отдельно вставляется хорошо также здесь в комплекте идет вот такой вот нож для чистки овощей никогда таким не пользовалась на самом деле даже не знаю удобно ли будет ли неудобно потому что у меня такого никогда не было попробую далее терка для сыра у меня в ходу она ежедневные моя уже очень-очень страшно поэтому вот ее прям давно нужно было заменить тоже красиво но слушайте довольно таки прочная ничего не гнется даже вообще ручки опять-таки все прорезиненные ну и последний прибор это ложка для мороженого давно хотела вообще у меня не был нету ложки для мороженого а мы летом делаем мороженое сами но я думаю что кто с прошлого лета со мной те знают мы делаем на основе сливок и сгущенного молока там какао добавляю либо фрукт либо ягоды ну и конечно вот из большого контейнера доставать просто обычной ложкой крайне неудобно вот теперь будет ложка для мороженого чтобы все это сделать красиво шариками в креманке детям положить порционно так что вот классно вообще шикарный набор друзья просто вообще обалденный смотрится просто обалденно смотрится очень красиво вот такие вот были сегодня заказы когда мне там придут остатки вам естественно тоже все покажу но на сегодня на этом с вами попрощаемся всех люка ссылки если на что-то вас ссылки заинтересуют пишите какие там самые часто будут запрашиваемые я оставлю под этим видео все ну на этом я с вами попрощаюсь всех люблю всех целую всем пока пока